если вы сегодня не стали лучше чем вчера значит вы зря прожили день неважно прочитали вы книгу отжались ли вы 20 раз скинули какой-то килограмм либо набрали какой-то килограмм либо сделали что-то хорошее доброе бабушку через дорогу провели у нас в нашем мире цинизма очень много опять же не будьте как все знаете чем парадокс нашего поколения уже нашего поколения мы все стали папами мамами наши дети пошли в школу вот вы скажите мне честно вам надо хоть раз в жизни пригодилась синтез синус косинус тангенс артангенс катангенс нет и что вы делаете вы видите жизнь и давайте эту информацию забивайте своему чаду а нашему также не понадобится научить его любить природу заниматься спортом заботиться допустим понимание семьи что такое семья не знаю развивать научиться читать отравить его от этого планшета от этого телевизора это глупо Михайло Шелест бойовим мистецтвом бо вина Мьетводао займається уже 24 роки сьогодні він президент Миколаевської обласної федерації бойових мистец в червоний дракон та майстер другого дангу я очень любил фильмы джеки чанел вот именно эта троица Йень Бяо джеки чан сама хунг я просто с упоєнням смотрел эти фильмы я их сейчас наизусть я знаю все диалоги все картинки просто по 30 раз перематывал на магнитофоні в видео магнитофоні еще тогда такие были вот и с упоєнням смотрел как они били технику ноги руки просто ну знаете прямо страсть во вина Мьетводао вьетнамське бойове мистецтво що включає прийоми рукопашного бою роботу з холодною зброю та систему духовного вдосконалення так в ней присутні удари ногами колінами головою та так далі крім того в цьому бойовому стилі використовуються різні акробатичні елементи зокрема візитною карточкою во вина Мьетводао є захоплення ногами так звані ножиці особливісті школи в Мьетводао є те що ви маєте пройти такий собі шлях страждань або якщо правильно сказати шлях аскези що таке страждання це не обязательно когда вас бьют по лицу или там ломають вам ногу это сама подготовка аскеза допустим отработка техник падений падение не на матах а на обычной поверхности то есть в данном случае пол асфальт я не знаю песок бетон потому что это боевая школа то есть для того чтобы понять что вы готовы что вы можете противостоять кому-то чему-то и так далее вы должны это пройти именно путь страданий путь аскезы карьера Михайла складалася до боли стримку зрительная память хорошая я быстро схватываю технику информацию и соответственно когда тем более если я хотел еще научиться то скажем так где-то год занятий и я уже тренировал младшую группу ездил на чемпионаты семинары боевых искусств и чемпионаты мира и фестивали в Южную Корею я был в Абхазии был много ездил по Украине и по бывшему Советскому Союзу поэтому как бы в этом плане карьера я считаю что она сложилась удалась но меня это не очень сильно волнует по одной простой причине мне как таковые медали дипломы грамоты ну не интересны по большому счету мне интересно саморазвитие духовное развитие что самым включает в себя тренировальный процесс тренировочный процесс как по сути дела в любой школе это разминка базовой подготовки техники там растяжка какая-то силовая подготовка и соответственно техники именно техники школы там отработка ударов руками отработка ударов ногами ударов всеразличные там в парах в борьбе против нескольких противников до речи на тренированиях використовують справжню зброю эта школа боевая и когда вы машете какой-то резинкой или какой-то палочкой вы не ощущаете блеска и так далее то есть вы психологически не готовы встретиться с этим поэтому работаем настоящими оружием а еще виявилось ніяких ни вековых ни фізичных обмежень у цей школы немае по сути чем раньше вы начнете тем лучше нету каких-либо ограничений возрастных можно с четырех лет естественно если допустим вы как мама папа занимаетесь ребенком и конечно к тренерам опытным можно приводить без проблем и также без разницы 50 лет 60 лет не имеет значения было бы желание я теж вирішила спробувати себе в цьому бойовому мистецтві и могу сказать что мне как новачку это было очень непросто адже я не знаю ни техники ни прийомов али и байдужую я теж не залишилась бо вина м'ятводала Михайло називає справою свого життя и безумовно как и будь-яка людина мае свои мрії стать буддой ну будда вы понимаете будда это не имя человека это есть просвещенный это развитие просто развитие только опять же непонятно нету ж грани когда ты стал буддой или когда ты не стал буддой у вільний час полюбляет читати книги гуляти на свежему повітрі бути у тісному зв'язку с природою я тим живу это и есть моя жизнь вы не разделяйте вот школу допустим или спорт давайте спорт да округлим вот спорт и и и вот я это это я есть заберите у меня спорт все вы можете лучше меня убить зачем мне жить заберите у меня развитие все это уже все путь никуда я не знаю я я я я я я Продолжение следует...